Экономика развитых стран переживает беспрецедентный спад из-за пандемии коронавируса. Власти предпринимают меры и выделяют деньги на поддержку предприятий. В Италии готовы направить на восстановление экономики 38 миллиардов евро. Разработан план действий у избранного американского президента Джо Байдена, которого беспокоит растущая безработица в стране. Он намерен увеличить число рабочих мест и в два раза повысить почасовую заработную плату. О способах выхода из кризиса в следующем материале. Италия больше всех пострадала от ковид среди европейских стран. С начала эпидемии коронавирусом в стране заразились больше миллиона трехсот тысяч жителей. Таким образом, по заболеваемости государство занимает третье место среди стран Евросоюза. Ограничительные меры, введенные в стране из-за вируса, привели к спаду экономики. Больше всего пострадала туристическая и торговая отрасли, сфера услуг и развлечений. Для стимуляции и поддержки бизнесменов правительство Италии утвердило проект бюджета на следующий год. По предварительным оценкам он составит минимум 38 миллиардов евро. Из них более 5 миллиардов евро будут направлены на программу неоплачиваемых отпусков для сохранения рабочих мест. Выделить средства просят и итальянские школьники и студенты. Они требуют вновь открыть школы и университеты, закрытые из-за пандемии. А также увеличить образовательные гранты. С этими требованиями молодые люди собрались в здание парламента. Они надели на лицо маски с изображением чиновников. Сегодня мы собрались здесь перед зданием парламента. Мы надели маски политиков и сделали импровизированный урок прямо здесь. Мы не хотим никого обижать или высмеивать. Но мы требуем начать поиск новых способов инвестирования в государственные школы. Члены парламента должны выслушать учеников, указывающих на потребности наших школ и университетов. Из-за роста числа инфицированных новые трудности переживает и экономика США. С начала распространения вируса ковид в стране заразились около 11,5 миллионов человек. Особенно пандемия отразилась на рынке труда. Так, по данным властей, безработица в третьем квартале этого года составила почти 7%. С этой проблемой намерен бороться избранный президент Джо Байден. По его словам, у команды разработан план по восстановлению экономики, куда входит создание новых рабочих мест и увеличение заработной платы. Мы сделаем это с более высокой заработной платой, включая минимальную заработную плату в размере 15 долларов, лучшими льготами и более сильными коллективными договорами, которые позволят вам обеспечивать семью. Генеральный секретарь Антонио Гутерриш предложил членам G20 выделить 28 миллиардов долларов на международную инициативу по борьбе с коронавирусом. По его словам, эти средства пойдут для наращивания производства медицинских товаров, первой необходимости и обеспечения базового медицинского обслуживания. В том числе в развивающихся странах, где система здравоохранения и экономика имеют меньше возможностей. Его инициативу обсудят на предстоящем онлайн-форуме «Большой двадцатки» 21 ноября. Кроме проблем, связанных с ковид, на саммите будут обсуждать вопросы экологии и инноваций.